Всем здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео поговорю с вами о покупках ароматов за последнее время. Кто-то из вас, наверное, задумался, да, почему так много видео она выкладывает на этой неделе, да, то есть про меня, почему так много видео. На самом деле здесь есть несколько причин. Во-первых, я просто поймала волну вдохновения и хотелось, собственно говоря, записать все эти видео, пока, знаете, есть желание, есть возможность поговорить про эти вещи. Только что ногтем тыкнула в стену, очень-очень неприятно, ненавижу этот звук. Прошу прощения, тем не менее, возвращаемся. Первое, это было вдохновение, во-вторых, я собираюсь в отпуск, в долгожданный, да, 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 мы поедем на Ниагарские водопады и после этого поедем в Торонто. Я очень люблю Торонто, для меня это будет четвертая поездка в этот город, и я с превеликим удовольствием туда поеду, поэтому хочется записать для вас материал, чтобы вам было что посмотреть в мое отсутствие. Я знаю, что я обещаю снять какие-то влоги, когда я куда-то езжу, но на деле, вы знаете, мне настолько нравится просто отдыхать и отвлекаться, что забываю я как-то об этом. В общем, я попробую на этот раз, может быть, что-то снять на Ниагарских водопадах, пусть это будет, может быть, маленькое видео самих Ниагарских водопадов, но тем не менее, попробую что-то сделать, но не обещаю. Я предзапишу еще несколько видео, которые тоже выложу, чтобы вам было что посмотреть. А сегодня очередная порция новых ароматов, и я открою это видео шалимаром шалимарычем. В хотелках он у меня не так давно, я, наверное, сниму отдельное видео про шалимар, потому что у меня долгая история с этим ароматом, но тем, кто проживает в Америке, скажу следующее. Зайдите в свой магазин ульта, вот именно в физический магазин, не онлайн, зайдите в свой магазин ульта и посмотрите, есть ли они у вас в разделе, где вот у них ликвидация, да, там совсем 50% и больше скидки. У нас наша ульта полностью избавлялась от всего стока ароматов шалимар, и поэтому я купила его с 50% скидкой очень-очень бюджетно. Я знаю, что я откладывала приобретение очень долгое время, и, наконец-то, этот аромат приплыл ко мне в ручке сам, можно сказать, напросился. Ну, все его знают. Вот это классика такая, она смолисто-анималистичная, красивая. Расскажу про шалимар, пожалуйста, в отдельном видео, напишите мне, будет вам это интересно или нет. Идем дальше. Дальше у нас будут всякие интересные нишевые вещи. Кстати, расскажите мне, вот я вот покажу вам сейчас эти ароматы, представлены они в России или нет, мне очень интересно. Я приобрела вот такой аромат от марки Старк, Париж, называется Подесуа. Это шелковая кожа, и создал этот аромат Доминик Рапион, очень его люблю. И этот аромат, наверное, тоже заслуживает отдельного видео, потому что меня потрясло качество этой композиции. Прямо, когда вот аромат позиционируется, как какой-то, знаете, там, шелк, или еще какие-то такие вот очень тонкие материи, я отношусь очень скептически. Но вот здесь шикарная композиция, которая очень прекрасно раскрылась на моей коже, очень нежно, очень кремово и тонко. В общем, этот аромат я уже решила заслуживать отдельного видео, ждите. А, ну если вы пробовали его, расскажите мне, что вы думаете. Там есть еще несколько ароматов. Один из них Поде Пьер, по-моему, это камень, и еще какой-то есть. Но вот я приобрела именно шелк, потому что эта композиция показалась мне очень нежной, тонкой, но при этом очень сбалансированной. Доменюшка Рапион, молодец. Следующее, я знаю, что в одно время многие писали мне в комментариях про дом, который называется Dear Rose. И, честно говоря, мне очень захотелось попробовать. Из всего того, что я вот успела попробовать, мне очень приглянулась La Favorite, и поэтому я ее приобрела. Тоже, думаю, сделаю отдельное видео про этот аромат, потому что он меня поразил. Качество композиции великолепное. Скажу сразу, но вот эту восточную тематику, где вот есть роза, мускус, уд, шафран, амбра, всякие вот такие вот очень глубокие моменты, таких ароматов полно. Но здесь очень качественная база, которая не раскладывается на противные компоненты. Звучит наиблагороднейшим образом. То есть вот для меня этот аромат звучит так, как я ожидала и очень хотела, чтобы на мне паха муашь. Но, увы. Короче говоря, вот это, это бомба. La Favorite Dear Rose. Я сниму отдельное видео по поводу этого аромата, потому что я чувствую, у нас с ним сложится очень мощная любовь в этот осенний-зимний период. Классный аромат. Покажу вам одно средство по уходу за собой. Это марка Диптик. Это у них новое средство. Это у них бальзам для тела, который должен как-то так вот реводализовать. Наверное, оживляющий. Вот так его назовем. Маленькая 100-граммовая коробочка. Выглядит вот так. Все, конечно, как у них положено, привычно. И это, конечно, роскошество во флаконе. Очень хорошо пахнет, очень густое. В общем, отличная штучка. Если денег не жалко приобрести вот на такой бальзамчик, кремчик, то я советую попробовать. Я с превеликим удовольствием буду пользоваться. И если хотите обзор на это средство, да или вообще на банную уходовую линию от марки Диптик, дайте мне знать, потому что я много чем пользовалась и люблю эти средства. И последнее, что я вам покажу сейчас. Я заказала набор пробников от марки, которая называется Флорайку. Вот так. Это, знаете, сочетание хайку, японских четверостишей, и флорал, да, цветочные композиции. То есть все зиждется на цветочках. Сейчас прочту, какие тут есть у них. Они разбили ароматы на четыре коллекции. Одна из них называется Очаровывающие цветы. Вторая называется Секретные чаи и специи. Еще одна называется Запретный ладан. И еще одна называется Тени. Это очень интересно. Смотрите, как красиво они представляют вам материалы об ароматах дома. Вот в таком очень красивом конверте, где про каждый аромат вот так вот отдельно рассказывается. Конечно же, полноразмерные флаконы этих ароматов очень красивые. Вот, например, посмотрите на оформление вот этого. Сейчас поближе покажу. С красивыми крышечками такими. В общем, это очень дорогой дом. У нас каждый аромат, наверное, где-то 300 долларов стоит. Это серьезное, в общем-то, вложение для аромата. Но я решила, что я закажу себе набор пробников ознакомиться, потому что концепция для меня интересна. Особенно это, если вдохновлялись Японией или же японский бренд, то это гораздо более интересно для меня. Вот так выглядит этот набор. Видите, достаточно щедрое количество ароматов здесь. Насколько я поняла, это здесь их... 11. Да. В общем, напишите мне, кто-нибудь пробовали бы вы эту марку или нет. Мне очень интересно узнать ваше мнение, потому что меня она своим оформлением привлекла. И я, конечно, решила, что я попробую. И если вам будет любопытно, то я готова буду рассказать про эти ароматы. У нас эта марка продается в магазинах Sex Fifth Avenue, Sex Fifth Avenue. Ну, честно говоря, я люблю такие наборы. Вы уже заметили, что я их достаточно часто покупаю. Я считаю, что инвестировать в полноразмерные флаконы стоят только тех ароматов, с которыми вы знакомы наверняка, и вы хотите их. А вот чтобы пробовать, да, постоянно узнавать, что появляется нового на рынке, или вообще, ну, так знаете, экспериментировать, то я, конечно, всеми руками и ногами за вот подобного рода наборы. Они мне доставляют огромное удовольствие. Я, когда прихожу, например, домой с работы, может быть, очень уставшая или раздраженная, в зависимости от того, как день прошел. И один из ритуалов расслабления для меня это нанесение нескольких новых ароматов на запястье. Да, как правило, одно направо, одно налево. И, знаете, вот тестируя, слушая эти ароматы, это один из ритуалов успокоения для меня. Я очень это люблю. И надо мне, наверное, почаще снимать видео по поводу ароматов. Напишите мне, пожалуйста, нравится ли вам моя рубрика, где я посвящаю видео одному, может быть, двум ароматам. Я, знаете, как прихожу к выводу, что вот, например, если снимать обзор на вот этот набор, это будет очень сложно сделать в одном видео, потому что здесь 11 ароматов. Поэтому в любом случае как-то придется разбивать. Может быть, проще поговорить, скажем так, сначала просто о бренде, о концепции, мои мысли в целом, про линейку, да. Удалось ли им довести до слушателя, так скажем, свое видение, свою концепцию, вообще стоит оно того или нет, выигрышная эта концепция или нет, а потом уже говорить про отдельные ароматы. В общем, хочу посоветоваться с вами, напишите мне, что вы думаете. Но я приступлю обязательно к тестированию всех этих наборов. У меня их огромное количество уже накопилось. Хочется как-то свои мысли немножко так это огранить, да, рафинировать и представить вам на обзор, так скажем, да, чтобы вы могли послушать и посмотреть мое видео на эту тематику. В общем, давайте пообщаемся по поводу того, что вы приобрели. Пожалуйста, ответьте мне на мои вопросы. Нравится ли вам идея, где мы обсуждаем отдельно концепцию аромата и как она воспринимается потребителем, а потом уже делаем обзоры ароматов. В общем, напишите мне свои мнения по этому поводу. Также, знаете, еще вот что хочу спросить у вас. Какие ароматы марки Dear Rose еще посоветуйте мне попробовать. Я обязательно взгляну на эту марку дальше. Я пробовала, наверное, 5 или 6 ароматов. Напишите мне, что самое-самое, на ваш взгляд, достойное. И я обязательно проверю и послушаю. Большое спасибо всем за просмотр. Я думаю, что следующее видео будет о том, какие ароматы я возьму с собой в отпуск. Если вам интересно, то поставьте лайки вверх, и я буду знать, что вы хотите послушать такое видео. Как всегда, большое спасибо за все комментарии. Даже если я и отвечаю, пожалуйста, знайте, что я все читаю, и мне очень важно, что вы со мной общаетесь. Я считаю, что это действительно здорово, так и должно быть. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, расскажите своим парфюмерным энтузиастам, друзьям о моем канале, если не сложно. Не забудьте заглянуть на мой инстаграм. Большое спасибо за просмотр, и до встречи в следующем видео. Пока!